Помощь пришла откуда не ждали. В едином порыве казахстанцы из разных уголков страны добровольны и абсолютно бесплатно помогают всем, кто в этом нуждается. Алиамир Бек расскажет о тех, кто передает добро из рук в руки. Спасибо большое-большое. Честное слово, я не могу, у меня слов нет. Честно, вам благодарна очень, очень-очень. Спасибо большое. Слезы – это единственное, чем они могут отблагодарить. Кому-то даже есть нечего, и тут такое счастье. Уголь на всю зиму. Совершенно бесплатно. Мы живем во времянке, у нас даже света нет, и крыша совсем прохудилась. Я вечером хожу на рынок и подбираю продукты, которые люди выбрасывают. Гульжахан Соборова – инвалид. Муж бросил женщину с двумя детьми. Единственный доход в семье – пособие по инвалидности – 17 тысяч тенге, 15 из которых Гульжахан отдает за жилье. Раньше, чтобы затопить печь, Гульжахан приходилось собирать возле рынка ящики и коробки. Теперь, когда есть уголь, холода не страшны. В доме тепло, и есть на чем приготовить обед. Помочь малоимущим семьям подготовиться к отопительному сезону решили неравнодушные алматинцы. Они привлекли спонсоров, закупили уголь в Экибастузе, сами организовали его доставку в Алматы. И теперь в свободное от работы время развозят уголь тем, кто сам купить его не может. Данный уголь в размере 2000 тонн был предоставлен нашими спонсорами, частными компаниями для помощи нуждающимся семьям в Алматинской области, в Астанинской области и Южно-Казахстанской областях. Сегодня раздали 200 тонн в Алматинской области в размере от 3 тонны на семью. А в Усть-Каменогорске свой праздник неравнодушие. Если ты не можешь купить себе хлеб, возьми его бесплатно. Такую вывеску повесили в одном из магазинов. Делиться продуктами начали учителя одной из школ. Их поддержали и другие горожане. Люди покупают по две булки хлеба. Одну оставляют в магазине на специальном прилавке. Я принимаю участие в этой акции, потому что мы можем купить, а некоторые люди не могут. Мы оставляем один хлеб для них. Если люди станут чёточку добрее друг к другу, то мир станет лучше. Я верю в это. К сожалению, такие примеры пока не система. Иногда люди черствеют быстрее, чем оставленная на ветру булка хлеба. Но среди нас есть и те, для кого не бывает чужих проблем. А значит, у каждого есть надежда на жизнь.